Продолжение следует... 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 Почему нельзя ввести обязательность для таких организаций, как банки, наличие копий, определение места, для того, чтобы все были спокойны. И мы, как пользовались этих банков, и структуры, которые приходят туда запонятные, и сами банки понимали, что не нужно в ночь, ничего тут с лопатой делать. Поясните, пожалуйста. Мы обсуждали эту проблему с Центральным банком. Такой вопрос, действительно, справедливая постановка вопроса. Этот вопрос ставился, обсуждался, и было принято решение, что та норма, которая сейчас содержится в законе о банках и банковской деятельности, она достаточна. Она предписывает, что банки должны хранить информацию в электронном виде, а навязывать им в обязательном порядке всем в любой момент еще резервирование копий, резервирование данных, посчитали, что это будет излишняя административная нагрузка. Но мы вернемся к этому вопросу, возможно, посмотрим, как будет работать механизм, который сейчас данным законопроектом вводится, и при необходимости еще раз вернемся к этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Александр Георгиевич Тарновский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Юрий Иванович, спасибо за этот законопроект. Вопрос поставили, мне кажется, правительством правильно. Единственное, я полностью бы согласился с комитетом, и то, о чем говорил Николай Николаевич Гончар, что вот то, что Вы предложили дополнительно, проблему не решает. Мне кажется, что вообще ЦБ должен в каком-то режиме эти электронные материалы запрашивать раз в неделю, раз в месяц, так, чтобы это не напрягало банки. И тогда в нужный момент в ЦБ будет необходима информация. Наша фракция поддерживает предложение, которое высказано комитетом. А мой вопрос связан с другим. Также за это несет ответственность руководитель кредитной организации. Написано в соответствии с федеральным законом. А какая ответственность? Может быть, мы ее существенно усилим, вплоть до уголовной, если не предоставляется эта информация руководителям кредитной организации? В данном случае это административная ответственность. Но мы считаем, согласно с Вашим вопросом, считаем, что нужно посмотреть еще раз, как будет применяться данный закон с учетом новых оснований, которые мы введем. И мне кажется, что острота проблемы будет снята с принятием этого закона. Но что касается расширения обмена данными между регулятором и банками, кредитными организациями, опять же, это постановка правомерная. Но я просто хочу отметить, что в настоящее время сейчас отчетность предоставляется в огромных объемах банками, как Центральному банку, как своему регулятору, так и службе по финансовому мониторингу. Поэтому эта работа, в принципе, отлажена, и она ведется в объемы информации колоссальной, обменивается сейчас. Спасибо. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться, включите режим. Покажите список. Александр Георгиевич Тарнацкий. Спасибо. Фракция «Справедливая Россия» поддерживает настоящий законопроект. Мне кажется, он совершенно верный, особенно в нынешних условиях, когда наши банки, я извиняюсь, валятся как по объективным, так и по субъективным причинам. Я полагаю, что они вообще валятся по субъективным причинам, потому что уровень корпоративного управления в этих банках не лезет ни в какие ворота. Если банковский бизнес или банковская деятельность является бизнесом, то, соответственно, если ты осуществляешь бизнес, то есть предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, и не зарабатываешь свою банковскую маржу, ты ставишь себя под угрозу разорения, либо ты разоряешься. Это совершенно нормальная ситуация. В этой связи я, конечно, слышу, Юрий Иванович, что банк предоставляет массу информации, но, к сожалению, мы сейчас и в прессе, и в встречах с банкирами слышим, и не только с банкирами, и с регулятором слышим о том, что в том банке дыра 20 миллиардов рублей, в следующем банке дыра в 50 миллиардов рублей. И, как говорят профессионалы, не увидеть эту дыру невозможно. Значит, либо не та информация предоставляется, либо в Центральном банке ее не хотят анализировать. Вывод здесь простой и следующий. Если Центральный банк хочет получить необходимую информацию, понимая, что и видя, что есть дыра, и банк не справится, а акционеры банка не помогут банку выправить свое положение, то всю информацию надо сохранить, запросив ее надлежащим образом. И то, о чем говорил Николай Николаевич Гончар, и, видимо, говорилось на комитете, совершенно верно. Значит, полный объем информации с какой-то периодичностью Центральный банк должен получать. И это, чтобы не напрягало руководство банка, для чего запрашивается информация. А не так, как бы давая сигнал, что раз ЦБ запрашивает эту информацию, значит, у него есть какие-то подозрения, либо не просто подозрения, а наработки с тем, чтобы банк лишить лицензии, сонировать, либо что-то с ним сделать иное. И в этой связи, мне кажется, Юрий Иванович, что админответственностью председатель правления банка не должен отделаться. Мне кажется, стоит, несмотря на то, что мы декриминализируем многие статьи Уголовного кодекса, стоит для председателя правления банка ввести ответственность очень жесткую, вплоть до уголовной. Имея в виду, что банк, как правило, распоряжается не своими деньгами, а деньгами, во-первых, акционерах, во-вторых, государственными. И за это надо жестко отвечать, а не так, чтобы взять и уехать за рубеж, и потом, как говорится, искать нам правоохранительным органам наши банковские активы по всей Европе в разных странах. А так, законопроект в первом чтении мы однозначно поддержим, и предлагаю его доработать и быстро принять. Спасибо. Спасибо. Сергей Михайлович Катасунов. Я перед приходом в зал смотрел телевизор, и там показывали Мантурова, который вешает чипы на носки, шубы и другую атрибутику. То есть задача такая, я понимаю, все пересчитать и тем самым понять вообще, где деньги, и, ну, наверное, в конечном итоге нам всем станет лучше в итоге. Я так предполагаю. Я думаю, что носков в нашей стране выпускают, ну, немного больше, чем банков. Вместе с тем мы и их хотим зачиповать. Вот, наверное, понятно, что это дело там не дешевое, но вопрос приоритетов. Я думаю, Юрий Иванович, вы по роду своей деятельности знаете, что у нас есть, скажем так, другие виды операционной деятельности, которые достаточно адекватно и спокойно хранятся для того, чтобы какой-то оператор связи пришел и начал действовать. Он идет сначала в другую организацию, ему говорят, сервер поставишь вот там, вот, все идет через этот сервер и хранится там вообще бесконечно долгое время. Да это вообще информация бытовая, но она может понадобиться. И, кстати, фракция ЛДПР неоднократно выступала за то, что это хорошо, а тем более, если касается депутатов Госдумы, мы должны вообще быть прозрачны, просветны, понятны. Самое главное, что я надеюсь, что эти структуры, они же всегда позовут и подскажут, чтобы мы не сделали неверный шаг. Мы же все ради этого и живем, и работаем. И надеемся, что симметрично это будет касаться и простых избирателей. Так вот вопрос приоритетов. Если у нас банковская тема является актуальной, то мне непонятно, почему мы не можем иметь соответствующие защищенные серверы, где не нужно никаких запросов. Центробанка, депутата Катасонова, их не нужно. А не пусть там эта информация хранится. Но мы же все с вами понимаем, что это хозяйствующий субъект. И в час икс происходят события, которые вычищают не только после того, как пришел запрос, а в тот момент, когда собственник или акционеры принимают какие-то конкретные решения. Поэтому мне непонятно вообще ситуация. У нас Набиулина второй год эти банки, так сказать, уничтожает, в хорошем смысле слова, подчищает ситуацию. А вопрос в том, что мы приходим в банк и вообще не находим серверов, не находим бумажных носителей, договора приходят люди, а мы не можем, вот Мособлбанк, информацию получить. Были такие договора, не были. Поэтому я считаю, что позиция Юрия Ивановича, она очень скромная сегодня у нас на трибуне. Надо более жестко, более понятно. И, скажем так, самое главное, что в этом направлении депутаты вас поддержат. Мы считаем, нам скрывать нечего, жителям скрывать нечего. А если так, то тогда почему мы не можем иметь необходимые сервера и копии? Вперед! ЛДПР вас благословляет, поддержим, но надо жуще. Спасибо. Юрий Иванович. Мы благодарим за поддержку законопроекта. Считаем, что этот шаг поможет разрядить ситуацию. И сейчас мы понимаем, что мы не можем выполнить пожелания ваши, полностью всех очиповать, полностью все оцифровать, все данные, и их запрашивать в постоянном режиме. Это надо было создавать параллельную банковскую систему для этого. Но вот этот механизм, который предусматривается данным законопроектом, он позволит работать по наиболее уязвимым банкам, по наиболее опасным, наиболее рисковым банкам. Системно придется работать. Поэтому здесь мы работаем в одном направлении. Спасибо. Спасибо. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дискуссия была широкая. К сожалению, мы не можем сказать, в каком состоянии находится банк с полной ясностью, до тех пор, пока туда не приходит комиссия с проверкой. А после того, как она приходит туда, то ситуация становится предельно ясной. Предложение, с которым ко второму чтению выйдет комитет, я говорю это о том, чтобы присутствующие здесь представители и Центрального банка, и Минфина, представляющего правительство, эту возможность проработали. Буквально на следующем заседании комитета мы внесем поправку, которая будет предусматривать предоставление руководству Центрального банка, руководству его территориальных подразделений. Право запрашивать информацию и для этой цели запрашивать резервные носители. Такая формулировка будет простая, потому что вот этот перечень, который дается ссылками на закон о банкротстве и так далее, банку, особенно банку, не очень уверенно чувствующему себя, любой такой запрос сразу становится понятен. И появляются атаки хакеров, и пропадают, и информация. Поэтому просто и ясно запишем, в любой момент соответствующее подразделение Центрального банка может запрашивать такую информацию. Дальше может возник вопрос, а почему не запрашивать? Это будет уже вопрос, с которым будет разбираться руководство Центрального банка. Но мы такую норму внесем. Спасибо за внимание. Спасибо. Выносим на час голосование. Девятый вопрос повестки. Проект Федерального закона о внесении изменений в статью 12 Федерального закона о социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельный законодательный акт России. Докладывает Юрий Сергеевич Любимов. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, названный проект закона подготовлен в связи с решением Конституционного суда по признанию части 5 статьи 12 данного закона несоответствующим Конституции. По действующей редакции, одно из обязательных условий выплаты ежемесячной денежной компенсации лицам, уволенным со службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, инвалидам вследствие военной травмы, является оформление пенсии по инвалидности. Получение пенсии за выслугу лет является основанием для отказа в предоставлении указанной компенсации. С этим законным проектом вот это несоответствие убирается и предлагается осуществлять выплату компенсации при условии установления гражданина, увольненному с указанной службы, вследствие военной травмы, полученной в связи с выполнением служебных обязанностей, исключившей возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. Размеры денежной компенсации предлагается установить, исходя из размера денежного удовольствия с применением соответствующих коэффициентов в зависимости от группы инвалидности и предлагаемые изменения позволят гражданам, имеющим право на компенсацию, получать ее независимо от выбранной пенсии, а также избежать влияния размера назначенной и получаемой гражданином пенсии на ее размер. Кроме того, проектом предусмотрено, что в случае, если размер ежемесячной денежной компенсации будет меньше размера компенсации, назначенной ранее, то она будет воплачиваться в прежнем размере до приобретения права на получение компенсации в большем размере. Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах МЧС, ФСКН, ФТС, ФСИН для реализации полномочий в установленной сфере деятельности. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать. Спасибо. Александр Алексеевич Хинштейн. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, предлагаемый законопроект вносит некую логику в системе органов государственной власти и приводит к единому знаменателю те правила и те подходы, которые есть сегодня в сфере деятельности силовых правоохранительных органов. Я напомню, что ранее такая же норма была принята для военнослужащих. В прошлом году были приняты изменения, мы с вами их поддержали, относительно сотрудников органов внутренних дел. Теперь предлагается этот механизм распространить и на сотрудников ещё четырёх правоохранительных органов и служб. И в этом смысле Комитет по безопасности и противодействию коррупции полностью это предложение поддерживает. Мы считаем, что принятие данного законопроекта поможет большому числу людей, а если говорить о конкретных цифрах, то на данный момент речь идёт примерно о полутори тысяч сотрудников, которые стали инвалидами или потеряли свою трудоспособность в результате выполнения своих профессиональных обязанностей. Так вот, этот законопроект в случае его принятия поможет конкретно этим людям улучшить своё денежное содержание. Они будут получать больше денег. Кроме того, устанавливаем принцип справедливости. Неправильно, когда сегодня только при выборе пенсии по инвалидности можно дальше получать ежемесячную денежную компенсацию. Понятно по практике, что никто пенсию по инвалидности не берёт, поскольку пенсия по выслугу лет больше. В этом смысле справедливость будет восстановлена. Комитет просит Государственную Думу поддержать этот законопроект. Спасибо. Спасибо. Коллеги, какие есть вопросы? И у кого? Прошу записаться. Включите режим. Игорь Семенков, Николай Фёдорович, позовите, пожалуйста. Покажите список. Сергей Михайлович Катасанов. Игорь Сергеевич, вопрос такой. У нас в законе не указан срок введения в действие, я так понимаю, с момента опубликования. Тем не менее, всё-таки с какого момента планируются выплаты по этим случаям, потому что, насколько я понимаю, Конституционный суд обратил на это внимание. И вообще вот в данной ситуации я представляю, что всё-таки это с момента, когда возникла такая возможность и такое требование у гражданина. Поэтому что в итоге-то мы получим? То есть с момента опубликования или всё-таки с момента решения Конституционного суда, или с момента появления, скажем так, такого обязательства расходного государства по травме? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, закон вступает в силу по общему правилу через 10 дней после опубликования. Там потребуется ещё изменение на подзаконном уровне. Нужно будет нести изменение в правила выплаты. Это, вот я сейчас уточнил у моих коллег, приказной документ под законный ведомственный акт. Мы предполагали, что с этого момента будут осуществляться выплаты. По поводу выплат задним числом, давайте мы подумаем просто. Спасибо за такое напоминание. И если там действительно такая необходимость есть, может быть, подработать во втором чтении. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Сергей Михайлович Катасанов, пожалуйста. Буквально 30 секунд. Дело в том, что я опять коснусь техно-экономического обоснования Сергея Евгеньевича. Очень много вопросов. И в частности, я вчера докладывал по минимальной оплате труда, приравниванию её к прожиточному минимуму. И одних из замечаний комитета нашего профильного было, скажем так, определение источников. Вот то, что мы сегодня увидели в техно-экономическом обосновании, к сожалению, правительство пишет, что средств дополнительных не потребуются. Вместе с тем мы услышали, что это более полутора тысяч человек. Не определена. Может быть, если бы посчитало ведомство, мы бы уже определили цена вопроса с момента опубликования, цена вопроса с момента решения Конституционного суда. То есть уже было бы более понятно. Когда вот пишется, что за счёт перераспределения собственных средств, за счёт резервов, это даёт такую лазейку, что мы тоже, с учётом того, что Минфин заложил в резерве 500 миллиардов, мы можем сейчас любую нашу законодательную инициативу подвести под такой резерв. Поэтому мне кажется, вот для чистоты отношений, вот не совсем корректно, и это в очередной раз. Я, наверное, в год раз 10 по этой теме выступаю и обращаю внимание. Нам нужны цифры для того, чтобы мы понимали расходное обязательство. В любом случае это дополнительное. Я не думаю, что сегодня вот у перечисленных там четырёх ведомств, МЧС и другие, есть такие резервы, которые позволят им легко перебросить там со статьи на статью. Мы же видим, как на комиссии мы принимаем решение, там всё-таки дефицит и по выплатам, и по всему. Поэтому вот моё глубокое убеждение, я ещё раз прошу передать в министерстве, когда приходите в Госдуму, всё-таки цифра должна быть. Откуда вы её возьмёте, это во многом ещё будет определять Государственная Дума. Потому что на следующий год будут приниматься новые расходные обязательства и так далее. Поэтому обращаю внимание, что это некорректно. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Следующий, 10 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о специальной оценке условий труда. Докладывает Григорий Григорьевич Лекарев, заместитель министра труда и социальной защиты. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, Вашему вниманию представлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон о специальной оценке условий труда. Законопроект разработан по итогам анализа права применения закона о специальной оценке. Предусматривает следующие изменения. Во-первых, устанавливается возможность декларирования соответствия условий труда нормативным требованием на тех рабочих местах, на которых по результатам измерений условия труда признаны допустимыми. В настоящее время такое декларирование распространяется только на рабочие места, на которых отсутствуют и невыявленные вредные производственные факторы. Устанавливаются также дополнительные требования к защите информации, которая составляет государственную тайну при ее передаче в составе сведений о результатах спецоценки. Секретные сведения вообще не будут подлежать передаче в информационную систему учета. Делается это с целью максимальной защиты гостайны. Также дополняется перечень заявителей экспертизы качества спецоценки теми организациями, которые непосредственно ее проводят. Сейчас пока субъектный состав состоит из суда, органов исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, профсоюзов и страховщиков. Устанавливается также требование к организациям, которые проводят спецоценку, по обязательному представлению в Минтрут информации об открытых филиалах и представительствах. Это важный аспект, который позволит работодателям выйти иногда из затруднения, вследствие того, что они не всегда проинформированы, действительно ли этот филиал или представительство открыла компания, имеющая право проводить спецоценку. Кроме того, законопроект содержит некоторые технические поправки, уточняется порядок определения вредных производственных факторов на рабочих местах, в отношении которых идентификация не проводится. Кроме того, урегулируется вопрос использования в ходе спецоценки методов и методик измерения, которые допущены к использованию в Российской Федерации. Мы считаем, что законопроект позволит повысить объективность и качество проведения спецоценки. Он не требует дополнительных финансовых затрат из бюджета в каких бы то ни было уровней. И хочу отметить, что подготовлен был с учётом рекомендаций «Круглого стола», которые проводил Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Верхней Пышмине и Свердловской области. Законопроект одобрен сторонами социального партнёрства. Просим поддержать законопроект. Спасибо. Михаил Васильевич Тарасенко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, предлагаемые законопроектом изменения предусматривают уточнение с учётом правоприменительной практики порядка идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов, порядка декларирования в соответствии условия труда государственным нормативным требованиям и ещё ряду факторов, которые достаточно подробно были изложены в докладе официального представителя правительства. Этот столь подробный доклад избавляет меня от необходимости подробного перечисления всех новелл. Я хотел бы только лишь подчеркнуть, что когда мы приняли этот закон, возникло очень много проблем в правоприменении. Были конфликты на предприятиях между организациями, которые ведут спецоценку, между работодателями и работниками, но была создана рабочая группа при Министерстве труда, которая продолжает действовать и на сегодняшний день. И есть ещё ряд нерешённых вопросов. Это очень непростой вопрос, но они на основе социального диалога решаются. И, кстати говоря, действительно наш комитет совместно с Министерством на примере одной отрасли в Верхней Пышме на Урале рассмотрел существующие проблемы, были найдены решения, которые в том числе реализованы в этом законопроекте. Поэтому я считаю, что есть все основания поддержать данный законопроект, тем более, что стороны социального партнёрства его поддержали, и субъекты федерации, 7 субъектов дали положительные отзывы, а мнение остальных считается невыдержанным. Замечаний у аппарата правового управления концептуальных нет, поэтому комитет считает необходимым поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Олег, есть ли вопросы? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Николай Васильевич Коломитец. Спасибо. Уважаемый Григорий Григорьевич, понятно, что для бюджета тут нагрузки никакой, а для бизнеса насколько увеличится, учитывая, что все экспертные оценки делают, как правило, сегодня частные экспертные компании, и, к сожалению, экспертиза одного и того же по профилю рабочего места в разных субъектах разная. Этот закон каким-то образом синхронизирует ставки? Спасибо. Николай Васильевич, спасибо вам большое за вопрос. Мы исходим из того, что этот законопроект, наоборот, делает послабление для бизнеса, поскольку теперь декларирование соответствия, декларирование процедур будет распространяться на достаточно большое количество субъектов бизнеса. По нашей оценке, это порядка 30% от общего числа рабочих мест, в абсолютных цифрах 15 миллионов, и по подсчету порядка 6 миллиардов рублей будет экономить тот бизнес, на который сейчас это декларирование не распространяется. С введением нормы они смогут сэкономить эти средства. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич Федоткин. Уважаемый Григорьевич, вот вопрос, он вроде бы связан с данным законом. Вот у нас в Рязанской области ряд территорий находятся в зоне чернобыльского загрязнения, два населенных пункта рядом расположены, один в зоне загрязнения, и почва тоже загрязнена радиоактивными отходами. Рядышком, ну, официально не загрязнена. И там, и там механизаторы работают, и там, и там пашут землю, и там, и там дышат пылью во время того, как они пашут, убирают от земли. Одни, получается, заражаются, другие вроде бы так официально не заражаются. Условия очень серьезно отличаются. Вот как этот закон вроде бы не касается этой стороны условий труда, но он же существует, эта проблема, как ее разрешать? Может, в этот закон какие-то правки внести нам ко второму чтению или как-то еще? Проблема существует, и люди об этом пишут. Спасибо за вопрос, Владимир Николаевич. Все-таки это немножко другое нормативное регулирование, которое касается зонирования чернобыльских зон. Мы готовы также подключиться и проработать этот вопрос с вами совместно, потому что в ходе спецоценки оценивается уровень радиоактивного воздействия на организм человека, но в то же время нормативное регулирование по зонированию – это полномочия другого министерства, министерства чрезвычайных ситуаций. Там изменяются зоны, но у него есть полномочия определять параметры и правила, какая зона в каких границах относится к загрязненной, какая к незагрязненной. Мы готовы подключиться к этому вопросу, но считаем, что все-таки это не предмет сегодняшнего законопроекта. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Нет. Выносим на час голосование. Одиннадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени. Докладывает Геннадий Антонович Антонцев, представитель Законодательного собрания Ульяновской области. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, здравствуйте. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени подготовлен с целью отнесения Ульяновской области к третьей часовой зоне. Московское время плюс один час. Для справки. Ульяновские солнца достигают зениты где-то на 45 минут раньше, чем в Москве. Федеральным законом от 3 июня 2011 года номер 107 об исчислении времени Ульяновская область отнесена ко второй часовой зоне Московское время. В результате изменений в закон в июле 2014 года сезонный перевод времени был отменен, и в Ульяновской области было установлено постоянно так называемое зимнее время. В итоге жители области потеряли более 170 часов светлого времени суток в год. Причиной подготовки проекта закона стали жалобы ульяновцев, а в том числе трудовых и просоюзных коллективов, садоводческих товарищей на сокращение светового дня. Проведенный нами анализ, социологический опрос показали, что переход на постоянное зимнее время отразился на половине жителей региона, причем для большинства изменения произошли в худшую сторону. Ульяновцев не устраивает как слишком ранние рассветы летом, так и сокращение светового дня осенью и зимой, нарушение привычного режима, дефицит светлого времени суток для учебы, занятий с детьми, спортом и так далее. Раннее наступление сумерек приводит к росту потребления электроэнергии. В итоге принятие федерального закона позволит ульяновцам увеличить светлый период активного образа жизни. Проект федерального закона одобрен решением комиссии Совета законодательной Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации по вопросам экономической и промышленной политики 16 октября 2015 года и Комитетом Госдумы по охране здоровья 11 февраля всего года. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо. Николай Федорович Герсименко. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный законопроект. Следует отметить, что получены положительные заключения правительства, положительные заключения правительства Ульяновской области. Замечаний концептуального характера правового управления нет. И Комитет по охране здоровья поддерживает данный законопроект и просит принять его в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы? Сергей Владимирович Иванов. Нет, еще есть опознение. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, сложная очень ситуация. Геннадий Анатольевич, Вы сами в своем докладе сказали, что подобное изменение коснулось половины жителей Вашего региона. На сайте Ульяновская пресса производился опрос, и тоже ровно 50 на 50 жителей выступили. Одни за, другие против. Я вот не понимаю, Вы нам за какую половину предлагаете голосовать? Если у Вас кто-то из начальства не высыпается, и в связи с этим надо менять часовой поезд, то это одно дело. Каких-то других оснований нету? Ровно половины. Начальство высыпается, и работа достаточно продуктивна. Это первое. Второе. Опрос, о котором мы говорим, он на самом деле носит достаточно профессиональный характер. Это первое. Если мы говорим о том, что в вопросе указано, что полный не устраивает, вторая полная к этому относится либо безразлична, либо не сформировала свое отношение к этой проблеме. Больше того, та часть людей, которые голосовали за дневное время, третья часть из них проголосовали даже за два часа изменений, а не за час, как мы предлагали. Поэтому я полагаю, что наше исследование достаточно корректное. И интернет-опрос — это не все, что можно увидеть в свободном доступе. И поэтому мы ссылаемся на исследования специальной группы социологов, которые этот допрос проводили. Спасибо. Николай Иванович Сапожников. Вопрос к Геннадию Анатольевичу. Вот вы в качестве аргумента привели достаточно, видимо, убедительный для вас аргумент сокращения светового дня. Что Ульяновск в 2011 году на север, что ли, переместили, на 700 или 1000 километров, день сократился. Сдвигается, наверное, фаза, так сказать, немножко, но день-то остается прежним, световой. Поэтому вот я попросил бы больше этот аргумент не использовать. Спасибо. Можно, коллеги, Николай Иванович, дело в том, что в 2011 году у нас еще было сезонное время, и там был переход, зимнее время и летнее. А потом, когда оно прекратилось, мы попали в полосу, когда у нас реально 170 часов — это даже минимум то, что мы посчитали. Наши программисты рассчитывали для разного уровня начала дневной активности и рассчитывали для людей и 220 часов, которых они лишаются. Так что это не самое главное. Николай Васильевич Каламитцев. Спасибо. Николай Федорович, а вот по меридиану выше области и ниже у них время меняется в соответствии с законом или нет? Спасибо. Ответ не меняется. Николай Федорович ответил, я просто озвучил его погромче. Услышали, услышали. Кто хотел бы выступить, коллеги? Сергей Владимирович Иванов. Спортсмены болеют. Грит, наверное. Да, уважаемые коллеги, ну еще раз, я говорю, Ульяновская область, она вообще замечательная. Я прекрасно помню инициативу вашего губернатора, который то ли час зачатия организовал, то ли день зачатия. Поэтому вот ваше болезненное отношение к часовому времени, поясновому, оно, конечно, заслуживает внимания. Тем не менее, еще раз говорю, вы не убедили нас своими ответами, что не все можно почерпать в интернете, и что те, кто не принял участие в вашем опросе, они либо безразлично к этому относятся, а может быть, наоборот, их это устраивает. Вот я еще раз говорю, фракция ЛДПР много раз предлагала, оставьте время вообще в покое. Либо начинайте пораньше работать, когда световой день делается большим, либо заканчивайте попозже. То есть, меняйте начало и конец рабочего дня. Будет очень удобно, а время будет одинаково. Причем для всех областей очень правильный вопрос. Спасибо. И.Н.Тович, ваше заключительное слово. Сергей Владимирович, спасибо, что следите за деятельностью нашей области. Но, тем не менее, я выражаю не собственное мнение по этому поводу, а мнение большинства людей, которые хотят, чтобы время в Ульяновске было смещено на один час. Спасибо. Спасибо. Николай Федорович, вы еще хотите что-либо сказать? Выносим начало голосования. Спасибо. Двенадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени. Докладывает представитель Государственного собрания Эл-Крултая Республики Алтай. Татьяна Анатольевна Гигель, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, согласно федерального закона от 3.06.2011 года за номером 107 ФЗ Республика Алтай отнесена к 5-й часовой зоне, московское время плюс 3 часа. Законопроектом предлагается отнести Республику Алтай к 6-й часовой зоне, московское время плюс 4 часа, тем самым увеличив разницу во времени с Москвой еще на 1 час. Отнесение Республики Алтай к 6-й часовой зоне является наиболее оптимальным, исходя из ее природно-географических и социально-экономических условий и обеспечивает максимальное соответствие социальной деятельности жителей региона, биологического ритма и природным процессам и позволит более увеличить эффективность пользования населением светлое время суток. Устранить негативное влияние существующего времени на здоровье людей в целом положительно отразится на экономике Республики. Кроме того, необходимо учитывать, что отнесение Республики Алтай к 6-й часовой зоне исторически обусловлено. С 1930 года в течение 85 лет регион сжил по данному часовому поясу. Вопрос о переводе Республики Алтай в 6-ю часовую зону согласован со всеми муниципальными районами, одобрен правительством Республики Алтай. Завершая свой доклад, считаю необходимым подчеркнуть, что наша законодательная инициатива не является необдуманной попыткой изменить порядок исчисления времени. Это не эксперимент, а возврат к проверенному комфортному для людей, живущих в Республике Алтай формату регионального исчисления времени. Благодарю за внимание и прошу поддержать нашу законодательную инициативу. Спасибо. Николай Федорович Герсименко. Как правильно сказали представители Республики Алтай, Западная Сибирь находилась раньше 4 часа от Москвы, как Красноярск, как Кемерово осталось, так. Поэтому абсолютно справедливое предложение. Получен положительный отзыв в правительство Республики Алтай. Правительство Российской Федерации также поддерживает законопроект. Замечаний концептуального характера нет. Комитет по охране здоровья поддерживает концепцию и просит принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет вопросов? А, есть? Николай Федорович Ябов. Пожалуйста. Нет, один вопрос. Спасибо. Я вот смотрю второй законопроект, на эту тему мы рассматриваем. Я так понимаю, что вся эта билиберда, которая случилась со страной, произошла, когда Дмитрий Анатольевич Медведев двигал полюса часовые, ну я, чтобы правильно сказать, пояса всё-таки часовые туда-сюда, и всю страну перепутал, и более того, вот в Самаре сейчас собираются перевести часы, значит, раньше, чем в Москве, выше по Мердиану, как правильно сказал Николай Васильевич Коломейцев, остаётся время так же. Мы что, всю страну, что ли, сейчас перевернём с ног на голову? Или всё-таки надо возвратиться к тем часовым поясам, которые существовали вот до нового введения президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым? И я так понимаю, что тут какие-то и денежные, и финансовые затраты происходят с передвижкой. Кто будет платить эти убытки? Татьяна Анатольевна, скажите, есть ли затраты? Николай Фёдорович, ответьте. Нет, затраты нет. Затраты нет, спасибо большое. Сергей Владимирович, у вас есть вопросы? Кто хотел бы выступить? Сергей Владимирович Иванов. Ну вот тут как раз совершенно другая ситуация. Республика Алтай очень убедительно доказала, что несмотря на то, что влияет, так скажем, промежутки временные во время перехода от летнего времени к зимнему, у них ещё присутствуют и горы, и тень от этих гор как раз и увеличивает и уменьшает продолжительность светового дня, и здесь мы, конечно, с удовольствием поддержим. Кроме того, это национальная республика, и было бы невежливо с нашей стороны не учитывать мнение наших народов, населяющих нашу многонациональную, хотя я считаю, что мононациональную страну. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Ну не надо никого обижать, даже хорошими шутками. Ладно? Спасибо. Есть ли другие желающие выступить? Нет. Выносим на час голосование. Тринадцатый вопрос. Проект федерального закона, внесение изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени. Докладывает Николай Федорович Герасименко. Алтайский край также входит в состав Западной Сибири, и также как и Республика Алтай относились 4 часа раньше от Москвы. Сейчас предложение также изменить ситуацию, перевести стрелки на час вперед, чтобы от Москвы опять находиться в 4-часовой зоне. У нас практически вся Западная Сибирь пришла к этому. Сейчас Новосибирск тоже обсуждает и тоже собирается вносить это предложение. Комитет рассмотрел данный законопроект и поддержит его. Замечаний конспитуального характера у правового управления нет. Получено положительное заключение правительства. Комитет предлагает поддержать законопроект в первом чтении. Сергей Владимирович Иванов вышел из зала специально. Есть ли другие вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Выносим на час голосование. Спасибо. 14 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 19 Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Докладывает Сергей Борисович Дорофеев. Поздно. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, рассматриваем законопроектом. Предлагается нами ввести на территорию Российской Федерации запрет на розничную торговлю сигаретами в единицы потребительской упаковки, содержавших более 20 штук сигарет. В действующей редакции статьи 19 Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, которые все мы с вами принимали, установлен запрет на торговлю сигаретами в потребительской упаковке, содержащей менее 20 штук сигарет. Данная норма привела к тому, что производители стали производить пачки сигарет, в которых 25-30 сигарет. Думаю, что скоро мы дождемся и по 40, и по 50. Этот сегмент рынка, увеличенных пачек сигарет, сейчас уже занимает до 5%. Мы, авторы законопроекта, считаем, что продажа сигарет в больших пачках противоречит части 1 ст. 16 закона, которая установила запрет на применение скидок с цены табачных изделий любыми способами. А цена в расчете на одну сигарету в больших пачках 25 штук и более, безусловно, ниже, чем стоимость сигареты в пачке стандартного формата по 20 штук. Обращаем также внимание на то, что сумма акцизных платежей с 1000 сигарет, реализуемых в пачках больших форматов, на 5-15% ниже, таковых уплачиваем производителями с аналогичной продукцией стандартного формата. Ущерб для казны, по оценкам специалистов, достигает в год 7 миллиардов рублей. Убеждены, что выпуск табачных изделий сигарет в пачках большого формата не соответствует целям рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и национальной стратегии по борьбе против табака и, кроме того, провоцирует увеличение потребления табака, подрывая здоровье граждан и усилия государства в сфере борьбы с табакокурением. Прошу поддержать предлагаемый нами законопроект о внесении изменений в статью 19 Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака. Спасибо. Спасибо, Сергей Борисович. С удокладом выступает Николай Федорович Герасименко. Уважаемый Иван Михайлович, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный законопроект и поддерживает его, поскольку за последние 3 года у нас сократилось потребление табака на 16%, продажи в 2014 году сократились на 9%, в 2015 году еще на 6%. Это все привело к тому, что меньше заболеваемость, меньше смертность, о чем я утром говорил, особенно касается сердечно-сосудистых онкологических заболеваний. Но табачники не дремлят, они ищут пути, каким образом увеличить свои доходы, поэтому придумали, что увеличить количество сигарет в пачках до 25, 30, до 40 уже продает, и акцизы не собирается. Поэтому комитет по охране здоровья поддерживает данный законопроект и считает его принять в первом чтении. Спасибо, Николай Федорович. Вопросы есть? Включите режим записи на вопрос. Покажите список. Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемый Николай Федорович, а не могли бы Вы подсказать, каков процент российских табачных изделий среди продаваемого в Российской Федерации? И сколько из тех, кто продается импортных, а их, по моим данным, 94%, платят акцизы в российский бюджет? Спасибо. Депутату Герасименко, включите микрофон. Николай Федорович, Вы правильно сами назвали, у нас где-то 6% только отечественные северы, это 94% интернациональных, так сказать, международных фирм. Но акцизы выплачивают все. Спасибо. Федоткин Владимир Николаевич. Сергей Борисович, вот я вспоминаю, мы обсуждали подобный вопрос по алкоголю, много было споров. И вот здесь вот, допустим, мы пройдет закон о граничном, уменьшим количество сигарет в пачке. Ну, многие курильщики заядли, так и курят, как и курили. Значит, он купит не одну пачку, а две. То есть больше денег заберет из семьи. В чем здесь выгода для семьи? По-моему, только хуже будет. И второе. Вот по алкоголю я знаю, что себестоимость производства, ну, пол-литра водки, к примеру, где-то 35 рублей. Продают, то там 200 с лишним. То есть огромный, огромный навар. А вот здесь на пачке сигарет, в данном случае иностранные собственники, сколько наваривают? У вас нет данных, сколько себестоимость пачки 20 штук, чтобы сравнить ее со стоимостью этой пачки и насколько там действительно огромный жир, который можно подрезать. Депутату Дорофееву включить микрофон. Спасибо, Владимир Николаевич. Ну, польза для семьи может быть только одна. Брусь курить совсем. Тогда польза. Все остальное это вот может только из рассуждений. По тому, по тем, данные, которые вы спрашиваете, о себестоимости, ну, можно оценить, наверное, по акцизу, который они с удовольствием, как говорится, платят и не уходят с рынка. Для примера вам скажу, что средняя пачка сигарет в 85 рублей, вот в рознице, акциз у него там 34 рубля, по-моему. Значит, даже вот почти, чуть ли не в половину, когда акциз платится, все равно им интересно. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос, пожалуй, к садокладчику Николаю Федоровичу. Николай Федорович, скажите, пожалуйста, вот в пояснительной записке сказано, что в соответствии с действующим законом в пачке должно быть не меньше 20 сигарет. Вот когда закон этот принимался, в чем была логика того, что должно быть в пачке не менее 20 сигарет? Мне казалось, что если человек хочет покурить, и там ему нужно одна или две сигареты, это тоже нормально. Или там 5-7 продать. А если человек покупает пачку, он рано или поздно вынужден всю эту пачку выкурить. Или я не прав? Вот мне было бы интересно это знать для того, чтобы делать свои выводы. Спасибо. Депутату Герасименко включить микрофон. В принципе, конечно, допустим, меньше сигарет можно продавать, допустим, 5 сигарет, допустим, или 10, кто мало курит. Но самое главное в другом, самое главное, чтобы сейчас не было большого количества сигарет в пачках, потому что теряется на акцизах, и человек всегда, если он пачку курил, он обязательно ее выкурит. Поэтому здесь больше беспокоиться о том, чтобы не увеличили количество сигарет в пачках. Сапожников Николай Иванович. У меня вопрос к Сергею Борисовичу. И вот Александр Георгиевич уже задался вопросом, а почему 20? Это что, какие-то исследования проводились? Может быть, 15, может быть, 10? А может быть, как говорится, предлагали поштучно упаковывать пачки. Откуда взялась эта цифра 20? Почему 20 – это хорошо, а 25 – плохо? Ну, 15, наверное, лучше 20. Спасибо. Сергей Борисович Герафеев. Я уже отвечал. Лучше вообще не курить. Это первое. Второе, общая такая мировая практика – по 20 сигарет. Спасибо. Максим Андреевич Шингаркин. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич. Ну, мы же с вами обсуждаем людей, скажем так, не с чистыми помыслами, но сделаем мы завтра 20 сигарет в пачке, а не сигареты в полтора раза толще. У нас с вами, с точки зрения алкогольного закона, есть понятная совершенно норма, количественные характеристики, как все знают, пол-литра, за которую все равно придется бежать. А почему мы тогда в сигаретах просто граммы не ведем, жесткие конкретные граммы? На 100 грамм продукции такое вот взыскание. Ну, в смысле, акциз. И все. И тогда у нас будет четко понятно. С сигарами, с сигаретами, с толстыми, с тонкими и с другими ухищрениями. Большое спасибо. Спасибо. Сергей Борисович Дрофеев. Максим Андреевич, спасибо за предложение. Вносите предложение, мы рассмотрим. Спасибо. Иван Игнатьевич Никитичук. Спасибо, Сергей Игнатьевич. У меня вопрос к Николаю Федоровичу. Уважаемый Николай Федорович, ну, во-первых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, закон полезен, и его надо принимать. Во-вторых, вот скажите, откуда вы берете вот эти вот цифры, что там на 16% чего-то убавилось, что курение, так сказать, меньше потреблением табака стало, вот, что меньше болезней. Вот, ну, вы же живете среди людей, так сказать, и видите, если старшее поколение бросает курить, то курят, начиная с третьего класса. Если мужики бросают курить, то все больше и больше курят женщины. Вот эта статистика, она какая-то, ну, не вызывает доверие. Спасибо. Николай Федорович Герсименко. Первая статистика, которая вызывает доверие, это продажи. Я уже говорил по данным бизнес-аналитики, продажи в 2014 году уменьшились на 9%, в 2015 году на 6%. Почему табачники бьют тревогу и выступают всякими ухищрениями? Потому что они теряют продажи и прибыли, это уже. Второе, что действительно реально снижается количество курящих. Сейчас курение среди молодежи вообще не модно и стараются не курить. Вы заметили, что и на экранах сейчас уже надписи, которые говорят о вреде курения, и везде идет в стране, значит, мода как раз не курение. Поэтому реально идет снижение. Я сам знаю, встречаюсь и с молодежью, и в других общественных организациях, и даже в государстве НДУ большинство бросило курить. Поэтому, Иванович, спасибо за поддержку закона, но реально есть снижение. Тоже эта статистика проводится. И в следующем году будет такой мониторинг по всем регионам. Мы получим официальные цифры и сравним с пятилетним периодом, который назад, когда у нас курило в стране 39%. И там будут абсолютно точные данные. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Александр Георгиевич Тарновский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Фракция «Справедливая Россия» поддержит настоящий законопроект. Хочу отметить, что коллеги наши, авторы законопроекта подготовили очень качественно и законопроекты саму пояснительную записку, где все подробно изложено. Законопроект направлен на борьбу с курением. Единственное, почему взял слово, хотел предложить также авторам подумать, что норма, по которой в пачке должно быть не менее 20 сигарет, она неоднозначна и может быть в процессе доработки эту норму поправить. Будет нормально, если в пачке будет 10 сигарет, там может 12, 8, это еще лучше будет. Можно этот вопрос решить и в другом законопроекте, а может быть и в этом. И в этой связи я взял слово это предложить, имея в виду, что при доработке законопроекта, возможно, именно в этой редакции этот вопрос мог бы быть решен. В противоречии, я не другого, что это неправильно, пока я не услышал, и мы готовы услышать это предложение и другие аргументы по данному вопросу. Фракция «Справедливая Россия» поддержит настоящий законопроект. Спасибо. Спасибо. Арсен Георгиевич. Сергей Владимирович Иванов. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, но посмотрев на всю эту дискуссию, я позволю себе вспомнить нашего замечательного поэта Леонида Филатова и прочитать его небольшую заметочку. Не знаю, кто и как решил, но я бы лично не спешил в делах такого рода, ведь речь идёт не о фигне, а о фигне, прикинь, в уме великого народа. Сергей Владимирович таким образом поддерживает законопроект. Сергей Владимирович, вы будете ещё раз выступать? Нет? Николай Фёдорович? Нет. Спасибо. Выносим на час голосования. Давайте начнём голосовать. Объявляю час голосования. Второй вопрос повестки. Проект постановления Государственной думы о внесении изменений в постановлении Государственной думы о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени. Включите режим голосования. Да. Покажите результат. Постановление принимается. Третье. Проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Непала об урегулировании взаимных финансовых обязательств и требований, связанных с операциями бывшего Советского Союза. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Четвертый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об архивном деле в Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Пятый вопрос. Ставлю на голосование, принятый ранее в первом чтении и предлагаемый комитетом к отклонению проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации об организации страхового дела в Российской Федерации. Кто за то, чтобы законопроект отклонить? Включите режим. Покажите результат. Решение принято. Законопроект отклонен. Шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. Включите режим голосования. Первое чтение. Покажите результат. Принят. В первом чтении. Седьмой проект федерального закона о внесении изменений в статью 162 Налогового кодекса России. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят. В первом чтении. Восьмой проект федерального закона о внесении изменений в статье 24 и 40 Федерального закона о банках и банковской деятельности. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. Девятый проект федерального закона о внесении изменений в статью 12 Федерального закона о социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельный законодательный акт России. Включите режим голосования. Принят в первом чтении. Принят в первом чтении. Десятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о специальной оценке условий труда. Включите режим. Принят в первом чтении. Одиннадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 Федерального закона об исчислении времени. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Двенадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 Федерального закона о высчислении времени. Включите режим. Принят в первом чтении. Принят в первом чтении. Тринадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 Федерального закона о высчислении времени. Включите режим. Четырнадцатый до конца нет, рассмотрели. Четырнадцатый рассмотрели. Я выходил. Да, 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 рассмотрели до конца. Покажите результат. Принят в первом чтении. Принят в первом чтении. Четырнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 19 Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Продолжаем работать по повестке. Шестнадцатый вопрос с проекта федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс России в части приведения норм трудового права по совершенствованию регулирования социального партнёрства в соответствии с решениями Международной организации труда, докладывает Андрей Викторович Руденко. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, пока Андрей Викторович идёт к трибуне, маленькое объявление. Завтра в этом зале состоится заседание парламентского собрания Союзного государства России и Беларусь. Поэтому просьба взять карточки сегодня и личные вещи. Спасибо. Андрей Викторович, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Я постараюсь коротко, все устали. Хочу сказать, что мы вместе с комитетом четыре месяца ждали, когда мы наконец-то этот законопроект рассмотрим. Но сегодня этот час настал. Я постараюсь очень коротко. Ваше внимание выносится рассмотрение, внесённое депутатами нашими фракцией, законопроект. Полное его название о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, в части приведения норм трудового права по совершенству регулирования социального партнёрства в соответствии с решением Международной организации труда. Коллеги, потише, пожалуйста. Андрей Викторович докладывает. Да, я скажу коротко. Я не буду зачитывать всю пояснительную записку и сам законопроект на нескольких страницах. Скажу, что он направлен на защиту трудовых коллективов, на организацию работы наших профсоюзов. Хочу подчеркнуть, что у нас, вы все прекрасно знаете, наша ВВП, она составляет десятки триллионов рублей. К сожалению, доля заработной платы составляет менее 25% вместе с налогами. То есть на каждый рубль... Сергей Ильич, действительно, тяжело говорить. Уважаемые коллеги, Андрей Викторович, очень трудно докладывать в такой обстановке. Я постараюсь коротко, коллеги, потому что очень тяжело говорить, зал пересилить. Василий Николаевич. Дело в том, что у нас на каждый рубль работодатель платит 25 копеек заработной платы. Тот трудовой кодекс, который мы принимали с вами в 2001 году, он проходит совершенствование, и мы его все-таки должны в итоге усовершенствовать. Дело в том, что есть такая норма, она одна из таких основных в нашем законопроекте, где коллективный договор и трудовой спор может вести в профсоюз, в котором состоят более 50 работников предприятия. К сожалению, это такая же норма, что если бы законодательные инициативы обладали бы, допустим, 50% депутатов Государственной Думы. Поэтому хочу сказать, что, конечно, это спорно. Я прочитал внимательно заключение правительства и комитета, благодарен за те отзывы, такие достаточно корректные, которые были в заключении правительства и комитета. Но хочу сказать, что все-таки в последнее время, чтобы как-то систематизировать эту работу, надо нам переходить от стихийных стачек, от этих вот всех действий, которые как-то надо профсоюзам урегулировать такие вопросы, чтобы были больше права по защите трудовых коллективов. Вы прекрасно видели сейчас, как было организовано, ну, правда, не очень хорошо, да, по дальнобойщикам системы Платона. Но это была организована массовая стачка по всей стране. Хочу сказать, что если бы профсоюз тех же дальнобойщиков в рамках наших внесенных поправок бы внес бы предложение в соответствии с законодательством, тогда бы, может быть, не было таких вот стихийных стачек и забастовок. Я хочу сказать, что мы живем с вами в тяжелое кризисное время. И, к сожалению, вот эти вот моменты, когда нужно отрегулировать, чтобы все-таки были защищены права работника коллективным договором, и выступал в этом отношении профсоюз. Еще в нашем законопроекте такая существенная, тоже мы спорим с комитетом, деталь, это когда увольнение идет руководящих органов, профсоюзных работников. Дело в том, что вы понимаете прекрасно, что любой работодатель заинтересован, если сильный лидер профсоюза уволит его за любое нарушение порядка. Мы говорим, что это, в принципе, должно быть по решению суда, и, я говорю, должно быть это жестко вместе с представлением органа, представляющего профсоюз. Поэтому вот эти все поправки, коллеги, я не буду долго занимать времени. Хочу сказать следующее, что в заключении принятие наших предложений позволит вернуть нарушенный баланс между работниками и работодателями, вернуть диалог профсоюзов-работодателей в правовое поле, повысить реальную заработную плату в стране до уровня соответствующей производительности труда. И, в свою очередь, обеспечит внутренний спрос для российского производства. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо. Спасибо. Михаил Васильевич Тарасенко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, начну с того, что меня попросили обязательно подчеркнуть, что к числу авторов законопроекта присоединился еще Олег Михеев. Я это поручение выполнил, а сейчас несколько слов о том, что Андрей Викторович достаточно объективно доложил видение авторов на суть их новации. И в пояснительной записке все время говорится о неких рекомендациях Международной Организации Труда. Более того, это введено в название документа. Рекомендациями и документами Международной Организации Труда является конференция, построенная на трехсторонней основе, где голосуют все члены Международной Организации Труда. Никаких рекомендаций в адрес Российской Федерации эти органы не принимали. Есть мнение Комитета экспертов по несовершенству российского законодательства. Сколько существует экспертов, столько существовать может и Комитетов. Они могут быть совершенно различные. Но как бы там ни было, даже с учетом того, что они не носят ни в коей мере обязательного характера в Российской Федерации, и это подчеркивалось, практически все рекомендации выполнены. В том числе и рекомендации, которые позволили ратифицировать Конвенцию Международной Организации Труда и восстановить права неосвобожденных профсоюзных работников, которых работодатель мог после определенных событий увольнять. Это все восстановлено после ратификации Конвенции. И я еще раз хотел бы сказать о том, что данный законопроект практически в виде один к одному вносится второй раз. Государственная Дума уже отклоняла законопроект с аналогичным названием, но, к сожалению, авторы не учли те посылы, которые были в нашем заключении нашего Комитета, и фактически их снова сдублировали. Еще раз хочу подчеркнуть, что практически все вопросы, которые ставились в рекомендациях Комитета МОД, экспертов МОД, они в нашем законодательстве уже реализованы. Ну и, естественно, правительство данный законопроект не поддерживает, сторона профсоюзов также не поддерживает данный законопроект, сторона работодателей не поддерживает, и с учетом изложенного Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддерживает данный законопроект и предлагает его отклонить в первом чтении. Фракция «Единой России» также не считает возможным поддержать данный законопроект. Законопроект отклонён. 17-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части установления случаев обязательного страхования лесного участка, накладывает Олег Анатольевич Нилов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, сегодня в очередной раз с этой трибуны будет звучать проблема и о том, где деньги взять. Потому что каждое заседание по нескольку раз мы слышим, что идея неплохая, но укажите источник для того, чтобы, допустим, мрот поднять до прожиточного минимума, как вчера мы помним, для того, чтобы не платили за капитальный ремонт жителей в аварийных квартирах, как сегодня Дмитрий Николаевич Козак сказал. Говорит, замечательно, укажите, где деньги. Деньги в лесах, уважаемые коллеги. Лесная отрасль России является самой богатой по количеству лесов, гектар, миллионов и миллионов, 22 процента, я напомню, всего лесного богатства планеты. Это российский лес. А денег мы получаем все меньше и меньше. Если последние порядка 10 лет в доход бюджета поступало порядка 10 миллиардов, ну не долларов, коллеги, рублей, то в этом прошедшем году, в 2015, мы получили не просто убыток, мы получили в разы убыток, который по причине пожаров просто превзошел все статистические такие вот мыслимые оценки. Мы потратили в 5, в 6, может быть, даже в 10 раз больше, чем получили дохода. Представляете себе, вместо того, чтобы от этого богатства получать колоссальные доходы, я напомню, что в дореволюционной России попенный налог обеспечивал все образование России. Вот все образование России существовало только на доходы от налога на лес. И этого достаточно было для того, чтобы платить солидные жалования руководителям гимназий, развивать действительно и высшее образование, и многие, многие другие. В то время были очень перспективные направления, не такие, как сегодня, а по количеству студентов и учащихся мы даже в Европе могли стать примером тогда. Вот что был такой попенный налог. Сегодня одной из основных причин, конечно же, является вот такая безалаберность, бесхозяйственность, неэффективность управления лесной отраслью. Причин предостаточно. От ликвидации министерства, от раздачи вот так практически забесплатно наших лесов, которые нещадно эксплуатируются, варварски, за копейки для бюджета России вырубаются, причем темпы растут, выгорают, поедаются короедами. И правительство разводит руками, мол, вот так случается, не можем мы здесь не навести порядок в лесах, не получать деньги. Вот это укор очередной правительству, где деньги взять. Теперь о предложении конкретном. Да, колоссальные потери, 60-70 миллиардов рублей, вот такие затраты последние годы, только на тушение пожаров. Получаем, напоминаю, 10 миллиардов. И еще для справки, транспортный налог Москвы, знаете, сколько дает бюджет Москвы? 20 миллиардов. От всей лесной отрасли Россия получает 10 миллиардов. Вот она, эффективность работы правительства в этом направлении. Пожары тушить, вот почему-то государственный бюджет все это финансирует, профилактирует и потом компенсирует убытки по горельцам и так далее, и так далее. Арендаторы абсолютно здесь, знаете, в стороне находятся. Да, они обязаны заниматься профилактикой, да, они обязаны заниматься тушением пожаров, но за невыполнение этого обязательства никто не спрашивает. Предложение сделать обязательное страхование лесов для, во всяком случае, всех арендаторов и пользователей. И тогда действительно и снимется, во всяком случае, такая большая нагрузка на бюджет России, да, потому что страховые выплаты как раз хотя бы уйдут на то, чтобы компенсировать ущерб и сделать какие-то работы по возрождению тех пожарищ, на которых погибает, для справки я скажу, такое огромное количество леса, которое вот сложно даже ценить. Но эксперты говорят, от 150 до 600 миллиардов рублей это только прямой ущерб потерянного леса, кругляка. Понятно, да? Если посчитать флору, фауну, значит, вот эти вот потери, связанные с выделением огромного количества СО2, то получатся триллионные суммы потерь. И все это ложится сегодня, еще раз говорю, на плечи бюджета. Я говорю, давайте сделаем хотя бы шаг вперед для того, чтобы вот обязать этих арендаторов, которым сегодня и так уже, знаете, вольготно живется, потому что копеечные платы, ну, порядка трех тысяч рублей они платят в год за аренду гектара. Ну, согласитесь, что очень многие простые граждане с удовольствием бы за такую цену взяли и арендовали гектар леса, и там бы просто наводили порядок, жили бы, собирали грибы, ягоды. Нет, это сегодня невозможно для простого гражданина, для арендаторов, пожалуйста. Оплата за кубометры, ну, вообще смешная. Для справки могу сказать, что в разы, в пять, в шесть раз дешевле, чем в странах-соседях. И именно поэтому обусловлено, как пылесосом вытягиваемое количество миллионов древесины с Ленинградской области, с Карелии, с регионов рядом с Китаем расположенных, потому что там это дорого, у нас абсолютно дешево, и все выметается. В 36 раз, для справки, уменьшилось количество лесов в Ленинградской области за последние годы. В 36 раз. Если так дальше будет продолжаться, то мы получим там, да, заросли кустов, значит, какие-то пустыри, а леса там не будет, причем не будет долгие десятилетия. Конечно, очень сложно здесь есть и вопросы международной политики, потому что пытались вводить повышенные пошлины, значит, и финские товарищи нашли сразу же какой-то подход, ну, там, согласование северных потоков и так далее, и так далее, и вернули вот эти ставки на тот уровень, который сегодня, конечно же, не выгоден прежде всего бюджет. Ну, это уже другая история, но я предлагаю, конечно, это направление не оставлять, вот, не разобравшись с лесом, не вернув государственный контроль, может быть, даже государственную монополию в лесную отрасль, мы не получим ни контроля, ни денег в бюджет. Первый шаг предлагаю сделать по обязательному страхованию лесов арендаторами и пользователями. Спасибо. Спасибо. Олег Александрович Лебедев. Микрофон. Да, уважаемые коллеги, с законопроектом предлагается ввести требования об обязательном страховании, находящейся в государственной или муниципальной собственности, предоставленных в пользу лесных участков со всеми находящимися на них лесными насаждениями. Кроме того, предусмотрена отсылочная норма, согласно которой все существенные условия обязательного страхования лесных участков определяются федеральным законодательством. Однако, в соответствии с законом РФ об организации страхового дела в Российской Федерации, условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, в которых должны содержаться в том числе положения, определяющие субъектов страхования, объекты, подлежащие страхованию, перечень страховых случаев, минимальный размер страховой суммы и порядок ее определения, срок и порядок уплаты страховой премии, страховых взносов, срок действия договора страхования, контроль за осуществлением страхования и так далее. В законопроекте указанные положения отсутствуют, при этом согласно пояснительной записке, разработка и внесение на рассмотрение Госдумы соответствующего федерального закона, утверждающего такие условия, возлагается на правительство и должно быть осуществлено не позднее трех месяцев после вступления в силу проекта настоящего закона. Таким образом, по мнению Комитета, законопроект не обеспечивает требуемую полноту, ясность и определенность вводимого права регулирования. Кроме того, принятие законопроекта может привести к дополнительным расходам федерального бюджета на обеспечение страхования лесных участков, предоставленных органам госвласти и государственным учреждениям на праве постоянного бессрочного пользования. Поступили заключения Комитета Центра Федерации по аграрно-продовольственной политике права пользования. Они не поддерживают. ГПО не поддерживает, правительство не поддерживает, счетная палата не рекомендует его принять в первом чтении. Комитет также не поддерживает. Законопроект рекомендует отклонить. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы у коллег? Прошу записаться. Включите режим. Спасибо. Покажите список. Иван Игнатьевич Никитичук. Спасибо, Василий Сергеевич. У меня вопрос к Олегу Анатольевичу. Уважаемый Олег Анатольевич, трудно с вами не согласиться. То, о чем вы говорили, о тех проблемах лесной отрасли, совершенно справедливое. К сожалению, они возникают не только потому, что сегодня со страхованием есть проблемы. Они возникают в целом от недостатка управления этой отраслью с проблемами. Я хочу спросить, вот вы как авторы писали этот законопроект, но почему не посмотрели, что есть закон, который регулирует, что должно содержать закон о страховании? Вот то замечание, которое сделал наш комитет. Спасибо. Спасибо. Олег Анатольевич Нилов. Ну, я вот сделал такое предложение, чтобы именно правительство определило конкретные такие юридико-технические параметры, которые являются действительно обязательными. Указывать его вот в этом законе, в этом законопроекте, который предлагает просто сделать это обязательным. Я вот посчитал возможным, если бы мы, скажем, приняли в первом чтении, да, вот предлагается идея. Давайте рассмотрим идею, концепцию закона. Вводить ли обязательное страхование, во всяком случае для арендаторов лесов? Не вводить. Если мы примем в первом чтении, что да, логично, правильно, сохраним десятки, ещё раз говорю, миллиардов ежегодно расходуемых денег на проблему, связанную с пожарами, тогда во втором чтении я бы с удовольствием, возможно, вместе с комитетом и предложил бы уже какие-то конкретные параметры, о которых вы спрашиваете. Спасибо. Спасибо. Ирина Михайловна, женские голоса с вашего ряда сегодня звучат особенно звонко. Максим Андреевич Шингаркин. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня к уважаемому Олегу Анатольевичу вопрос. Олег Анатольевич, вот у нас Министерство обороны является крупнейшим лесопользованием в стране. А, кстати, леса Министерства обороны горят меньше всех остальных. А кому достанется доход от страхования лесов Министерства обороны? Олег Анатольевич, Нилов. Страховой компании, которая, возможно, будет как раз государственной компанией. А, возможно, я не исключаю, что действительно из-за того, что у нас огромные объёмы собственности, имущества находятся на балансе Министерства обороны, и, по-моему, даже существует такая военная страховая компания. Поэтому не исключаю, что именно эта военная страховая компания могла бы, поучаствовав в неком тендере, конкурсе, в том числе осуществлять страхование таких лесов. Спасибо. Николай Фёдорович Ябов. Олег Анатольевич, понятно, главная ваша мысль всё-таки заполучить дополнительные средства при страховании лесных массивов и, естественно, использовать их действительно там в нужных целях во время пожаров и так далее, и так далее. Но я бы с вами согласился в том случае, если бы в государстве существовала государственная единая страховая компания. А сегодня столько компаний и компанеек, что все деньги растащат по ним, и правильно Шенгаркин только что заметил, а куда уйдут денежки ЗИН? Поэтому есть предложение как бы поддержать вас, и в то же время как вы смотрите на то, чтобы внести законопроект о единой государственной компании, которая занималась бы страховым делом, и денежки собирались бы в единый карман, и все задачи решаемые шли всё-таки по государственной линии. И бред этих сумасшедших, когда конкуренция. В страховых компаниях должна существовать конкуренция. Это просто бред сумасшедших. Спасибо. Жду ответов. Анатоль Чнилов. Да, мне нравится идея создания государственной страховой компании, где действительно, во всяком случае, самые какие-то крупные объекты государственные и страховались бы. Но говорить о том, что, слушайте, растащат по карманам, и ничего мы не получим, но это не соответствует действительности. Согласитесь, мы сегодня страхуем любые риски государственной, начиная от космических кораблей. Они же страхуются, и суммы страховые выплачиваются. От нефтяных, не знаю, скважин, нефтепроводов, газопроводов и так далее. Всё страхуется. Вот это государственное имущество. И там действительно, не дай бог, но иногда случаются и пожары, и какие-то несчастные случаи. И страхование как раз здесь очень эффективно показывает себя, неважно оно с какой долей государственного или частного пакета. Но я считаю, что вот как раз вот такое поведение, такая безалаберность, когда мы теряем, ещё раз говорю, сотни миллиардов ежегодно просто лесов. И это действительно великая ценность. Ну и самое главное, что мы ещё вместо арендаторов тушим пожары на десятки миллиардов рублей. И плюс ещё компенсируем потерю жилья и, не дай бог, жизни и здоровья. Вот это, на мой взгляд, как раз, ну, если не так решать, то скажите тогда, как? Каким образом снизить нагрузку на бюджет и мотивировать? Что последнее я хочу сказать. Нет мотивации арендаторов сегодня заниматься профилактикой пожаров, потому что они никак в этом случае не отвечают ничем. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Максим Анатольевич Ингаркин. Большое спасибо, Сергей Евгеньевич. Олег Анатольевич, но мы с вами прекрасно понимаем, да, что есть проблемы с лесной отраслью. И чтобы Сергей Евгеньевич у меня не забрал слово, мы больше об этом даже говорить не будем, потому что это очевидно для многих здесь в зале, но это не предмет законопроекта. Если мы говорим именно по существу законопроекта, я хочу вас как бы направить мыслью о том, что закон сохранения энергии в закрытой системе в целом как раз и есть та самая модель страхования в замкнутом, особенно в государственном бюджете, даже и страховая компания является государственной компанией. А любое приращение потерь энергии или другие чудеса энергии, они в нашем мире объясняются энтропией, которая в принципе говорит о раскрытости отдельных локальных систем или всей системы в целом, кроме лабораторных закрытых. Поэтому, если все леса России застраховать в государственной либо в казенной корпорации страховой, а создадутся пожары, то только возможно одно из двух. Либо эта обобщенная корпорация потерпит ущерб, тогда вопрос, кто будет заинтересован ни с того ни с сего платить свои или наши бюджетные деньги за обобщенный ущерб. Либо общая сумма платежей будет превосходить сумму затрат на выплаты компенсации, включая издержки, и тогда вообще непонятно, для чего затеялся круговорот. Ну, разве что только для того, чтобы аппарат такой корпорации, либо конкретные узкие страховые компании заработали на перекладный денег из левого кармана в правый, ну или из правого в карман соседа. Здесь, с страхованием, мы не можем решить главный вопрос. Леса у нас по закону принадлежат и являются достоянием всего народа. Пожары отдельно взятые являются стихийным бедствием. К слову говоря, если на отдельно взятом лесном участке у отдельно взятого арендатора будет выявлен факт поджога или ненадлежащего содержания лесов, то арендатор несет юридическую ответственность с последующими экономическими вычетами своего бизнеса. Это норма все равно действует. Так вот, государство, когда тушит все леса, включая арендуемые и неарендуемые и иные, оно осуществляет мероприятия по борьбе со стихийными бедствиями. Собственно говоря, что конституционально закреплено именно за государством. И завершая выступление, еще раз обращаю внимание. Ненадлежащий использование природных ресурсов является экономической проблемой, а вовсе не проблемой, способа страхования риска в ведении такого рода бизнеса. Спасибо. Олег Анатольевич, спасибо. Отказывается от выступления. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. По ведению выступает Николай Васильевич Коломейцев. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. С утра вы любезно перенесли закон 706-899-6 на 20-й. Мы согласовали с авторами Иваном Николаевичем Абрамовым и Зелинским. Они не возражают, если товарищ Бортко доложит и поедет на кинематографическую конференцию. А они потом. Спасибо. Нет возражения. Нет. Нет. Тем более, что Владимир Владимирович сегодня так вот парадно оделся ради того, чтобы доложить законопроект. Спасибо. Я должен зачитать название. 57-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 43-48 федерального закона об образовании в Российской Федерации. Владимир Владимирович Бортко, пожалуйста. Здравствуйте. Русский народ всего своего менталитета и национальных особенностей, терпению, неприхотливости, выносливости, легкости, ассимиляции с другими народами, коллективизмом, который уже сплотится вокруг вождя, кстати, смог колонизировать и освоить и заселить значительную территорию. Для этого нужно обладать таким менталитетом. Но менталитет народа есть и другое. Почему не убрать мусор возле собственного дома? Почему не подчинить разваливающую избу и поправить забор? Почему не перестать травить собственное население некачественной едой, а населению не перестать безропотно поглощать едновитые суррогаты, убивающие их самих и их детей? Пример из новых. Снос ларьков в Москве под покровом ночной темноты. На основании чего? Приказы мэра? А что народ, которым отоварился? Народ безмолвствует. Перечисленные примеры и многое другое, прежде всего, отсутствие уважения к самому себе. Это основное. Собственно, воспитание уважения начинается с самого раннего детства. Ребенок слышит и воспроизводит манеры поведения, принятые его семьей на улице. Хорошо, если эти манеры соответствуют общепризнанной морали. Однако не везде они всегда это так. Это проявляется на уровне преступности, хамства и неуважения к окружающим, и, как следствие, неуважения к самому себе. Это заметно в больших городах, в Москве и Питере. Но в маленьких городах и селах это становится чрезвычайно серьезным. Представьте себе заброшенный моногород. И живет маленький человечек, у которого братец сидит, отец пьет, мать тоже неизвестно чем занимается, и который кроме хамства мало что видит. С которым общаются иногда при помощи затрещин. И вот он первый раз приходит в первый класс. И учитель, который является сейчас для него представителем государства, говорит ему «вы» с уважением, как к большому. «Вы» говорит учитель маленькому Ваньке Жукову. Я думаю, что это изменит очень многое в дальнейшем поведении Ивана Ивановича Жукова, его отношения к самому себе. Но начинать нужно с самого начала. Одной из таких мер является поправка к федеральному закону образования Российской Федерации. Предлагается, чтобы с первого класса и до окончания школы учитель обращался к ученику только на «вы». Более того, учитель предлагается сидеть за тем, чтобы во время классных занятий ученики также обращались друг к другу на «вы». Краткая история вопроса. «В зиму 1857 года в русских гимназиях по реформе знаменитого врача Пирогова, невзирая на возраст, стали говорить «вы», при этом отменив и порку», вспоминает известный педагог Острогорский. Так сразу с одного маху исчезло употребление свиное рыло, ослиное ухо и даже личное местоимение «ты». Употребление в разговоре в речи и местоимение «вы» – естественное желание человека чувствовать уважение окружающих, видеть к себе уважительные отношения. И где, как ни в школе, необходимо вкладывать в его сознание важнейшую часть воспитания – уважение к себе и другим. Казалось бы, что можно возражать против подобного закона? Однако хотелось бы кратко изложить и другое мнение, прозвучавшее на профильном комитете. Возражение. Обращение «на ты» не позволит педагогам выстраивать теплые доверительные отношения между учителем и учеником. Ответ. Да, можно выстраивать, но можно и по мордасам получить. Исследование, проведенное Госкомитетом по делам молодежи, дало такие результаты. 38% школьников испытывают в школе то или иное насилие, 16% – физическое, то есть детей бьют, и 22% – психологическое. А вот отношение «вы» эти действия немножко затрудняет. Сложнее сказать «вы дурак», чем «ты дурак». Во-вторых, вне школьных занятий, хоть на перемене, учитель вольно обращается к ученику, как считает нужно. Возражение. Но мы видим в классе наглое отношение ребёнка к учителю, и учитель на сегодняшний день не имеет права сказать «ты мерзавец» или что-то такое, потому что это запрещено. Ответ. И это проблема. Выстрел из украденного отца стартового пистолета за сделанные уроки замечания. Уксусная кислота, выпрещенная в лицо после двойки. Камень, брошенный в затылок. Естественно, нужно принимать действенные меры совместно с правоохранительными органами. Но! Думаю, что обращение к ученику на «вы» с первого класса может изменить поведение учеников в пятом и десятом. Для этого эта пропага и принимается. Лучшее, что есть в нашей стране, это литература 19 века. И обратите внимание, как нам обращали друг к другу в школах. Возражение. Традиционно в большинстве школ России, начиная с девятого класса, многие педагоги используют обращение на «вы». И практика уже сложилась, она есть. Ответ. Китаец спросил Конфуция. Моему сыну годик. Когда начинать его воспитывать? Вы опоздали, ответил мудрец. В девятом классе это поздно. Возражение. Тогда почему со школы можно и в садике? В голосе спрашивающего чувствовалась неподдельная ирония. Тем не менее, я отвечаю серьезно. В садике обращаются к гражданам Оля и Петя, а в школе спрашивают фамилию. То есть с Петей начинает говорить «государство». Ты поступил в государственное учреждение, и оно обращает себя на «вы». Потому что учитель – это государство. Возражение. А какие санкции предусматриваются за санкционирование исполнения? Ответ. Уже в существующем законе есть положение, не требующее регламентации наказания. Например, уважать честь и достоинство обучающихся, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. Предлагаю дополнить это формулой – обращаться к ученикам на «вы». Возражение. Сейчас у нас 170 или 180 наций и народностей. И это, наверное, не очень хорошо ляжет на культурную матрицу той или иной народности. Ответ. Речь идет только об обращении на русском языке. Было бы неразумно, да и невозможно распространять нормы русского языка на языки уважаемых народов. Они сами определяют нормы и формы обращения. Однако русский язык является государственным языком Российской Федерации. Кроме того, он несет великую культурную миссию, которую доказал в течение веков. Думаю, что обращение в русском языке на «вы» не повредит дружбе народов. Кстати, нужно брать пример с наших республик Кавказа, где уважение воспитывается с детства. Возражение. Традиционно сложилось среди абсолютного большинства нашего народа обращение на «ты». Ответ. Традиционно сложилось и хамство. Не все традиции надо поддерживать. Поправка – это не прекраснодушие. Это изменение менталитета народа. Вот что означает маленькая поправка. Ну, когда будете нажимать кнопку «да» или «прость». Вспомните еще одно замечание господина Шарикова. Вот все у вас, как при царском режиме. Галстук туда – это сюда, а также по-простому – это нет. Вспомните его и протасуете правильно. Поддержите закон. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Надежда Анатольевна Шайденко, пожалуйста. Дорогие друзья, вот, наверное, как каждому из вас выступление Владимира Владимировича, ну, в какой-то мере бальзам на душу. А мне прям вспоминается сразу романс Вертинского. «Зачем мы перешли на «ты», да? Как хорошо говорить на «вы». Но все-таки законопроект – это тот документ, который, если станет законом, необходимо выполнять. И прежде чем принимать решение, надо подумать, в современных условиях, в наших образовательных учреждениях, как можно наказать за невыполнение этого морально-этического, прежде всего, деяния. Кроме того, я считаю, что разработчики, и комитет так считает, не совсем верно определили те категории образовательных учреждений, где этот процесс должен осуществляться. Говорится в целом об образовательных учреждениях, а по закону образования к ним относятся и дошкольные образовательные учреждения. Конечно, трудно себе представить детишек дошкольных учреждений, которые друг к другу обращаются на «вы». К друг к другу. Следующее понятие такое. В ряде школ учатся близкие родственники, и там это обращение очень сложно тоже представить между ребятами. Мы полагаем, что в современном законе образования есть полное право образовательных учреждений определять формы общения педагога и учащихся. Этот же закон предполагает, что недопустимо поведение детей, которое мешает усвоению материала со стороны других школьников. И в целом ряде, прежде всего лицеев, гимназий, внутренним документам, уставам школы, например, определяется возможность или даже обязанность этого обращения. Поэтому, с одной стороны, и комитет, и фракция полагают этот законопроект избыточным, а с другой стороны, я повторю эту мысль, почему мы выступаем за отклонение данного законопроекта в первом чтении, слишком морально, этические нормы затрагиваются, которые невозможно закрепить законом. Итак, я приглашаю голосовать за отклонение в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Иван Иванович Никитичук. Спасибо, Сергей Иванович. У меня вопрос к представителю комитета. Мне кажется, что в заключении комитета как-то все смешалось в кучу. И дети там, я не знаю, вы смотрите хоть иногда, телевидение наше, вы видите, что творится в наших школах, когда учителю не просто «ты» говорят, а когда учителю одевают корзину мусорную на голову, когда ее матом посылают учительницу. Речь ведь не идет о том, что ученики между собой должны обращаться на «вы». А речь ведь идет о том, что прежде всего учитель и ученик между собой должны общаться на «вы» уважительно. Вот о чем речь идет. Конечно, это существенно поменяет сам характер отношений в школе. Я думаю, что вы здесь не правы. Спасибо. Одежда Анатольевна Шайдан. Уважаемый Иван Игнатьевич, я очень хорошо представляю ситуацию в наших образовательных учреждениях. Именно поэтому я полагаю, что на сегодняшний день принятие такого проекта будет просто профанацией. Извините. Николай Васильевич Кламецов. Спасибо. Уважаемая Надежда Анатольевна, к сожалению, я с вами не соглашусь по двум обстоятельствам. Моя внучка, которая 4,5 года, всегда к незнакомому человеку сегодня обращается на «вы», несмотря на то, что она в детском саду. Но могу вам второй пример привести. Сегодня уровень учителей упал до того, что они, в принципе, общаются с учениками, примерно как ученики между собой. И это не придает авторитета ни школе, ни ученику, а зачастую наносит ученику колоссальную обиду и даже психологическую травму. Поэтому здесь вы, наверное, что-то недоучили. Это не вопрос. Комментарий. Да, Валентин Степан Шаманов. Уважаемый Владимир Владимирович, первое, я горячо поддерживаю вашу героическую попытку на фоне колоссальной безнравственности в стране хотя бы в этой форме обратиться к педагогам, а значит и к родителям, а значит и ко всему обществу нашему. В случае, если закон будет отклонен, как вы смотрите на то, чтобы вы, авторитетный талантливый кинорежиссер, попытались найти общий язык с телевидением, чтобы они целую серию передач сделали, куда идет культура, куда падает нравственность, и тогда люди такого масштаба, как вы, могли бы огромную пользу принести, если, повторяя закон, Единой России отклонен. Владимир Владимирович Борко. Спасибо за ваше мнение, за кое вы ценю, что касается телевидения. Мне бы хотелось поднять эту тему телевидения вообще, в принципе, совершенно право. Я сделаю все для того, чтобы это сделать. Но я хотел бы сказать вот еще о чем. Идет разговор не просто о уважении, о переформатировании сознания. Ибо когда человек вначале слышит «ты» от государства, он понимает, что он что-то означает для этого государства. Он может это осознавать или не осознавать. Он поймет это потом. Он чувствует. Я пришел и в это учреждение, и государство со мной обращается так. И это переформатирует сознание. Это уже было сделано один раз, я читал об этом. И тогда, когда в России это было сделано, мы получили результат. Лучшую литературу, лучшее искусство, лучшие инженерные кадры. Вот что было за этим небольшим изменением. Я хотел бы, чтобы это было сейчас. Надежда Анатольевна, от имени комитета, когда выступали, вы заявили позицию о том, что данная норма будет избыточная. Но избыточная будет тогда, когда данная норма прописана в других нормативно-правильных документах. Таковых не имеет. Более того, вы указали о том, что школы сами могут в свои уставы записывать данную норму. Опять, этого же нет. Так чем плохо, если будет закреплено на федеральном уровне, чтобы ученики к учителям относились на вы? Вы сами, если я не ошибаюсь, были педагогом. Разве вам было бы неприятно, когда ученик будет относиться к вам на вы? Это будет прописано на основании федерального закона. То есть, не голосуя против или не голосуя в принципе за данный проект-закон, мы в дальнейшем подталкиваем на безграмотность молодежи, к самим себе. И потом, пройдет 10-20 лет, мы это вспомним. И придется в любом случае принимать данный законопроект. Так давайте лучше мы на несколько шагов или лет вперед посмотрим вперед и предупредим данную норму. Спасибо, прокомментируйте. Надежда Анатольевна Шайбенко. Уважаемый Ян Викторович, по-моему, у вас просто чуть-чуть смешалось представление о том, что предлагается и почему комитет выступает против. Во-первых, обращение к учителю на вы в нашей российской школе никто не отменял. Речь не об этом. В целом ряде образовательных учреждений, да и в большинстве школ сегодня, учитель в старших классах обращается к учащимся на «вы», и никаких вопросов нет. Речь же в законопроекте идет и о том, чтобы дети между собой тоже обращались, используя местоимение «вы». Именно поэтому мы говорим, что это невозможно для детей младшего возраста. Это, в принципе, право каждой семьи определять, как обращаться друг с другом. Но обращение на «вы» к старшим и к учителям остается, и оно закреплено везде, не только в законодательстве, но и чисто в наших морально-этических нормах. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Сергей Владимирович Иванов, пожалуйста. Большое спасибо. Ну что, уважаемый Владимир Владимирович, он тут начал свое выступление как раз с истории русского народа, и фракция ЛДПР в этом отношении с ним согласна, потому что, уважаемые коллеги, у нас в традициях, допустим, крестьянин мог сказать царю «ты», потому что в семейных отношениях никто не заставлял папе говорить «вы». А вот когда дворяне к царю обращались, поскольку они были на подкормке у него, они, конечно, говорили «ваше величество». Поэтому в этом отношении старая школа ничего плохого, она только хорошее привносила в процесс воспитания. И я учился, когда меня преподаватель тоже называли «навы». Ничего страшного, если мы это пропишем в законе, не будет. Мы с вами не так давно, конечно, уже приняли закон, согласно которому в этом зале выступающие не имеют права употреблять слово «доллары», когда они говорят, допустим, о российском бюджете. Помните, тут же пришел Иванов Сергей Борисович, начал рассказывать, сколько миллиардов долларов потрачено на что-то, зал дружно засмеялся. Ну и что? Ну не знал человек о том, что этот закон был принят. Тем не менее, в чем проблема? Кто вам здесь, уважаемые представители Единой России, наступил на хвост и сказал «не принимать» избыточно? В чем проблема-то? Ну вот вы мне объясните. Ведь замечательный русский народ прекрасно себя ведет. Вот я прошлую неделю была встреча с избирателями, ездили там по Белгородской области, Курской области. Вот представляете? Разрушенная котельная, там все разобрано. И на стене написано не слово из трех букв, а «Есенин жив». Ну вот вы думаете, что эти люди, они что, не культурные? Я не думаю, что вот написав на стене «Есенин жив» вместо похабщину какую-то, они, так скажем, проявили неуважение к чему-то. С другой стороны, Владимир Владимирович, у нас язык, он настолько замечательный, да, что очень трудно определить, где, так скажем, уважение, а где неуважение. Ведь если я, допустим, буду говорить «уважаемый Бортко», мне кажется, это будет некультурно, ну и неуважительно к вам. Если я буду говорить «уважаемый Владимир Владимирович», это вот выказывает мое уважение к вам, как к человеку почтенного возраста, уважаемому, там, ну, уважаемому человеку, просто-напросто. Здесь сложновато сказать, воспитывает это или не воспитывает. Или, опять же, того же Филатова вспомнить, который я сегодня говорил, там, это как же вашу мать, извиняюсь, понимать, это уважительно или нет? Вроде на вы, понимаете? В этом отношении я говорю, что, ну, у нас очень сложный язык, и не вижу ничего плохого для того, чтобы мы установили это обращение. Никто не заставляет в детском саду, там, дошкалята обращаться друг к другу на вы. Но когда приходят, вот здесь нет Владимира Вольфовича, вот он прекрасно тоже мог бы вам сказать, что когда он пришел в школу, он первое, что запомнил, что учительница к нему обратилась на вы, сказала, что теперь вы уже не дети, вы уже ученики, на вы обращение. Советская школа была, между прочим. В чем проблема-то? Ну, закрепите, что там, что вам мешает? Скажите, кто вам написал отрицательное заключение? Вот мы его будем на «ты» называть, вот придет сюда, мы будем ему тыкать, и посмотрим, что он будет нам на это отвечать. ЛДПР задает наш законопроект. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Да, да, да. Покажите результат. Законопроект отклонен. Коллеги, осталось несколько законопроектов по сокращенной процедуре. Нет возражений? 60-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации. Валерий Владимирович Трапезников, микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 Закона Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации, согласно которому субъекту Российской Федерации представляется право устанавливать в отношении работодателей определяемые органами местного управления в качестве мест для отбывания исправительных работ осужденными, не имеющие основного места работы, квоту для приема на работу лиц, осужденных к исправительным работам в размере не выше 2% средней списочной численности работников, но не менее одного рабочего места. Вопрос трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам, не является предметом регулирования закона о занятости населения. Наказание в виде исправительных работ исполняется в Уголовной исполнительной инспекции, которая находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний России и ее органов на местах и осуществляет свои полномочия в соответствии с положением об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 года за номером 729. С учетом изложенного, Комитет по труду социальной политики и делами тиранов не поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной Думе отклонить его при рассмотрении первого чтения. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен по ведению Александра Санчагеев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, я прошу учесть по 17 вопросу. При голосовании Ванчугов, Гартунг, Селиванов, Терентьев, Черешнев голосовали за. Спасибо. Спасибо. Прошу учесть. 61 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт России в части регулирования вопросов вычисления трудового стажа. Валерий Владимирович Трапезников. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, в рассматриваемом законопроекте предлагается включить понятие непрерывный стаж из статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации и ряда федеральных законов. Комитет по труду, социальной политике и алмитеранов внимательно рассмотрел законопроект и рекомендует Государственной Думе отклонить его по следующим основаниям. В действующем законодательстве понятие непрерывный стаж продолжает использовать. Непрерывный трудовой стаж имеет значение при получении работниками дополнительных гарантий и компенсаций, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными актами, коллективными договорами и соглашениями. В случае исключения этого понятия могут возникнуть ситуации, при которых возможно ущемление прав отдельных категорий граждан. С учетом изложенного, Комитет по труду, социальной политике и алмитеранов рекомендует Государственной Думе отклонить рассматриванный законопроект в первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 62-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений статью 14 Закона России о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из статьи 2 Федерального закона о социальных гарантиях граждан, подвергшемся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Михаил Борисович Серентьев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрел проект федерального закона, которым предлагается внести изменения в действующее законодательство, согласно которым гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, гарантируется оплата в размере 50% занимаемой общей площади в жилых помещениях, независимо от вида жилищного фонда. В настоящее время указанным лицам скидка предоставляется в домах государственного и муниципального жилищного фонда и в приватизированных жилых помещениях. Принятие же законопроекта приведет к увеличению круга лиц, имеющих право на вышеуказанную меру социальной поддержки, соответственно увеличению расходных обязательств Российской Федерации. Вместе с тем комитет отмечает, что в нынешних сложных экономических условиях дополнительные обязательства, не обеспеченные финансовыми ресурсами, будут негативно сказываться на бюджете. Нормы законопроекта не были поддержаны правительством, комитетом Совета Федерации по социальной политике. С учетом изложенного, комитет по труду социальной политики рекомендует отклонить данный законопроект. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Законопроект отклонен. Далее четыре законопроекта с одним докладом. 63-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственных пенсиях в Российской Федерации. 64-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. 65-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. И 66-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации. Докладывает Ирина Валерьевна Соколова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроектами предлагается предоставить право на одновременное получение двух пенсий – страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности – лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений и военных объектов и труженикам тыла. В настоящее время льготы по одновременному получению двух пенсий предоставлены инвалидам в средстве военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, то есть тем гражданам, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и наиболее пострадали в период Великой Отечественной войны. Распространение права на вторую пенсию на другие категории ветеранов Великой Отечественной войны повлечет не только существенное расширение числа получателей двух пенсий, но фактически уравняет в объеме пенсионных прав лиц, которые не участвовали в боевых действиях, с теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, с участниками Великой Отечественной войны. Комитет не поддерживает такое предложение и рекомендует законопроект отклонить. Благодарю за внимание. Все четыре вы рекомендуете отклонить. Коллеги, составлено голосование законопроект пункт 63. С вашего позволения второй раз уже название не зачитываю. Включите режим голосования. Законопроект отклонен. Спасибо. Ставлено голосование законопроект пункт 64 повестки. Включите режим. Законопроект отклонен. Ставлено голосование законопроект пункт 65 повестки. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Ставлено голосование пункт 66 повестки. Включите режим. Ставлено голосование пункт 66 повестки. Включите режим голосование пункт 66 повестки. Включите режим. Федеральный закон об отходах производства и потребления отдельные законодательные акты Российской Федерации, признание утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации. Александр Иванович Фокин. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, проектом закона предлагается перенести срок вступления в силу в положение лицензирования деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. Проект закона был внесен 10 апреля 2015 года. На тот момент это было актуально. Однако на настоящее время сроки лицензирования уже уточнены, и поэтому законопроект утратил силу. С учетом, изложенный комитет предлагает отклонить данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Коллеги, на этом мы завершим сегодня работу. Я еще раз вас прошу в связи с проведением завтрашнего мероприятия здесь, в зале, забрать карточки для голосования и личные вещи. Спасибо большое за работу. Встретимся вместе в зале уже в пятницу. Спасибо. 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 Спасибо.